всем доброе утро вот это я понимаю весна а не то что было неделю назад или какой неделю то в понедельник когда в общем дождик то был ну конечно дождик это тоже весна но мне вот такая весна нравится супер вообще классная погода такая мы на работу идем да чарли пахнет дымом вот опять началась рабочая неделя все одно и то же я конечно есть всякие изменения ну что мы хотим а что мы хотим лучше пускай стабильно все будет изо дня в день тем кошка чем какие-то из перемены не очень люблю перемены я уже говорила что я люблю стабильность и ленте какой ход деловой саши никого тяги но теряем сейчас тебя царя будет нафиг тяги ты посмотри на него а там еще кошка сам там кошаков боится один раз ему царапнула 1 теперь близко не подпускает к себе не нужна во вторник по вторниками никому не нужно никто меня не ждет ну да ладно с утра никто меня не ждет я имею виду то обычно знаете по пятницам субботам бабушки с утра прям стоят в очередь кто вперед кто вперед у меня какая пунктуальная 10 какая я пунктуальная отработала я решила с чарли погулять тут по пляжику немножечко по вы знаете солнце светит так вроде как знаете кажется что тепло теплы не а нифига ветер такой холодный прям можно сказать ледяной но не ледяной конечно но холодно так что вот тебе и пожалуйста что-то никак никак не это и вообще сегодня погоду смотрелось по телеку потепление не передают нам наверное весны еще настоящий такой теплой почти летние еще не скоро увидеть может быть на святую на страстную неделю которая начнется с восемнадцатого числа по моему нет 18 15 с 15 по 21 будет страстная неделя в испании посмотрим что тут говорят всегда дожди идут но опять это смотря где дожди идут у нас то господи немного дожди дожди красные какие-то там дожди не сейчас еще представляете я вчера там мир к доне было да но мне сегодня 5 надо потому что оказывается у меня молоко закончилось а я утром пью вот этот кофейный напиток с молоком каши варю не очень ванная каша нравится поэтому мой надо за молоком съездить и что-то еще надо было но это естественно я сейчас не вспомню а помидоры мужу он ест утром тосты с тертыми такими помидорами вот тоже надо купить так вот типы список надо составлять список надо составлять а как я его заставлю там молоко то у меня закончилось сегодня вроде как стояла коробка там было поэтому поэтому я не понимаю как люди ездят раз в не в две недели раз в месяц в магазины это я вот я так не умею не знаю мне каждый день почти что-то надо что-то у меня заканчивается почти каждый день море конечно голубое голубое какое море я туда близко не хочу подходить там наверное вообще ветер ледяной но спокойная видите конечно не ветра ничего нету но есть такой дует но не сильный кораблики плавают в общем я к нему близко не буду подходить я сейчас вот по этой тропинке пойду и чарли тут интереснее тут травка там вот рабочие работают облагораживают но паса надо но паса надо такие вот у нас пироги покушать у меня есть что я вам говорила что во первых я салатик вчера сделал мне кажется он обалденный за курсами с мясом блин вот а еще а чеснок надо вот видите говорю с вами вспоминаю чеснок надо у меня закончился вот потому что вчера прям два наверно маленьких зубчика таких прям зубчика добавила надо было бы побольше и чё хотел а каша у меня есть вот это вот болтавская индейку можно еще раз поджарить и и все и вот салатик а мужу я сделаю вчера же осталось вот это как это называется авос я ему яйцо добавлю будет такой омлет тортия тортия да и авос и тоже индейку он не любит он вообще не любит ни курицу варит когда свинину когда свинину а что-то свинину же не знаете раз раз ну как разлюбила что ли в принципе то я ее никогда сильно не любила кроме шашлыка терапая кроме шашлыка скоро шашлычка поедим вы вообще поститесь я вот нет не пащусь я знаете те времена были такие годы что я первую неделю держала поста и последнюю и муж у меня держал представляете вот но что-то до этого нужно это созреть для меня более важно знаете внутренний как бы мир в спокойствие не осуждает там все такое не ругаться все дела а что на насчет еды вообще и многие воспринимают пост как типа диета до похудеть но это совершенно не диета дело читала про это все как говорится ознакомилась и каждый для себя делает свои выводы до этого нужно дойти у меня в год какие-то года были что я говорю буду сидеть ну не только там допустим да не поел мясо ну как-то мысли свои приводить в порядок молиться до думать о боге но это конечно не знаю каждому свое сейчас в общем о религии и политики не разговаривают вот так поедем за молоком перка дону к ним меня удобно меркодон и ездить она конечно рядом с алькампо ну не знаю мне больше меркодон нравится алькампо фруктов больше а вот фруктики мне тоже нужны в общем хрен знает буду думать мы уже поели уже телик успели немного посмотреть пожарить семечки а жарю я их в микроволновке так я уже их помыла помыла и теперь высыпаем в тарелочку вот у меня вот такая прозрачная она более такая желательно чтобы без всяких этих были ну вы знаете железных штучек потому что микроволновка будет светиться и вот так вот семечки нужно вот так разложить как бы в палец чтобы они лежали до чтобы не было горы а вот так в палец так вот раскладываем их и теперь отправляем микроволновку на три минуты микроволновка закрывается в общем сейчас у меня семечки очень мелкие очень мелкие поэтому я ставлю две с половиной минутки а вы там для знаете с первого со второго раз ну с первого раза может и не поймете чё почем вот со второго уже поймете ну начните с две с половиной минутки чтобы знаете не пережарить вот после того как они две с половиной минутки три с половиной три с половиной три с пол три минутки пожарится достаем и мешаем сейчас все покажу а я пока арбузик съем дольку прошлый раз меркадони покупала обалденный брал арбуз купила еще тоже меркадони видите он евро 88 килограмм ну вот не знаю но был он просто обалденный последний раз сейчас съем муж ел вот такой вот омлет с этим а еще клубнички купила в общем омлет с вчерашней авой фасолью а я всегда так делаю когда остается либо картошка либо еще что то заливаешь яйцами все опять новое блюдо в общем ждем нереально вкусный обалдеть откуда не интересно валенсия представляете уже наши валенсия вкусный вообще сладкий прям вот настоящий арбуз без всяких пестицидов и всяких там добавок не знаю что туда добавляют и что такое пестицид это для красного словца я вам как говорится озвучила обалдеть у нас почти все арбузы придаются без семечек видите вот такие вот маленькие которые живутся блин какой вкусный вообще и наелся и напился и умылся так все достаем семечки будьте аккуратны потому что тарелка может быть очень горячая они уже высохли вот смотрите видите вот так переворачиваем их три минутки прошло в моем случае две с половиной потому что они очень мелкие опять вот так перемешали и еще на две минутки в микроволновку да и уже жарится если не дожарились там у вас микронаволновка не очень то увеличить полминутки все мои семечки готовы смотри от них даже дымок идет типа как бы перегорели но это нет у меня вот такая штука есть мне племянница покупала знает что я очень люблю семечки и она мне в китае заказывала говорит оксана смотри что эти пришла прикупила племянница мужа вот и представляете такая штука в общем сюда засыпаешь семечки сюда видите семечки а вот сюда плевать надо шкурки очень удобно кстати даже вот это вот подставочка для телефона чтобы смотреть в общем это на любительница полазить по лайк алиэкспрессу в алиэкспрессе и короче лазила лазила и вот она мне однажды принесла еще в прошлом году наверное я так удивилась так долго смеялась просто на ну все родственники знают мою любовь к семечкам поэтому поэтому было как бы удивительно от такого подарка и неудивительно что она знала об этом да просто не день рождения ничего не было просто взяла и подарила они они много так мне подарков разных дарят какие-нибудь безделушки вот но не важно так что буду сейчас сериальчик смотреть какой-нибудь и грызть семечки вы любите семечки я обожаю хотя для зубов это очень вредно но я ничего не могу с собой поделать я семечки просто обожаю я готова их даже вот эти вот мелкие как противные но наркотик для меня вообще вышла с чарли погулять я еще машину не очень хорошо припарковала точнее вроде бы как нормально припаркована на вот она стоит не мешает никому но как-то она на углу чем если место будет свободны то перепаркуя если нет то обойдусь а еще я там все поводки чарли не оставила в моей машине поэтому нужно забрать поводочек и пойду в парк с ним схожу в его любимый по ходу места нет будет стоять где стоял ведь она вроде как я единственное ее немножко назад сдам хожу тут на инстаграм кое-что снимаю так если вы не подписаны можете подписываться смотрите что я увидела здесь столько много мальков от рыбы смотрите видите офигеть их столько много это никуда тоже уплыли сейчас сейчас я быстренько вот туда переметнуть смотрите сколько их видите сколько будет рыбы а это не сейчас уплыли все еще потому что я подошла а вот тут тоже вот в этой грязюки пипец ой там прям большой такой карась плавает мама наверное всех карасей всех мальков о не там их много в чем тут рыбы рыбы дофига я не знаю куда ее потом вылавливают и куда девают но ее периодически вылавливают что-то я приблизила что снимаю что снимаю то и хочу вернее что хочу то и снимаю этот про лягушку рассказывала в инстаграме кто хочет заходите stories так заехали к сестре она мне тут дала помидоры вот такие осагорода вот эти помидоры очень вкусные говорят сморщенные и они пахнут помидоры представляете вот их сколько тут много помидоры кстати очень дорогие если в магазине ну я так а помидоры не люблю поэтому я не по барабану не ну конечно поелку задеваться и не выбрасывается апельсины дала тоже с огорода и вот дала вот это типа лечу такое как вкусно пахнет так что завтра опять не буду готовить еду представляете потому что там есть вот это артия потом вот это лечу я лучше сейчас знаете что сделаю замочу нут и завтра на послезавтра забабахаю потахе де бакалау нут с треской чай заварила себе как вам такая мысль что еда есть я мы просто встретились я в парк пошла с чарли муж позвонил я говорю поехали лето ему чёток сестре надо было его ну поехали ну вот она мне надавала а чё пускай дает я не не гордая чтобы не не за взять мы когда раньше рядом не жили постоянно на дня три из недели нас кормила у них семья большая едят они где-то каждый день по 8-10 человек в день представляете то есть я или еще на пару человек нет ничего не стоит сделать еды так что вот так вот подарки нам дали слушай ну ты вообще наглая рожа я тебе уже дала чуть-чуть что ты еще хочешь нет а вот программку силах не программку рекламку я такие рекламки знаете где смотрю в своем кабинете наверное многие так делают поэтому отнесу в кабинет там когда сидишь задумаешься чтобы было не скучно ладно пойду чай пить время же 8 представляете пришла тут на вечерний чай ужин у меня будет такой чай утром чай в объект чаек вечером чаище и хотела вам пока вспомнила рассказать про салат который я вчера делала из огурцов и мяса по-корейски это так вкусно это стоит вашего внимания поэтому в следующий раз а он будет не за горами я обязательно вам сниму и покажу как это готовится быстро в два счета вкусно нереально вообще правда я вас при во первых быстро во вторых такая вкуснятина беру съела сегодня с большим удовольствием просто я сегодня немного поздно приехала домой я был я еще с меркодона же ехал я была такая голодная что я просто-напросто забыла вам его показать и и посмаковать на камеру вот это мне нереально вкусно а когда я его уже слопала то опомнилась говорю блин я же его не сняла ты отказала мне два раза не хочу сказать голодный что пока я вот зараза девушка моей мечты и утром чай в обед чай в вечер в пищи это точно что-то я хотела а за думаю зачем я на кухню пришла я же не только да пришла за это чайник поставить нут за залить водой в общем чтобы он до завтра у меня разбух и завтра будем готовить вкусняшку так что подписывайтесь друзья подписывайтесь и будет вам счастье как и мне готовится это суп не суп даже не знаю как его назвать очень быстро поэтому что я замерзла знаете клубнички что-ли поесть на ужин еще ты не отказала мне два раза не хочу сказать клубники есть вот такие всегда в дырочке боже пахнет вкусно время было уже знаете варенье варить из клубники но у меня еще с прошлого года или даже в два года назад осталось варенье поэтому в этом году я не буду его варить смысл в том плане что клубника продается каждый год круглый год поэтому если у меня есть конечно покупная но ведь сама сделана я люблю пятиминутку такое варенье клуб пятиминутка называется замерзла вообще дубей прям стою вот и поэтому свое то варенье оно такое ароматное так вкусно пахнет поэтому свое это всегда свое и отказала нам едва роваться заварена ночью нон стресс чтобы спать хорошо иногда ночью прям вообще не сплю нифига как дурак смотрю но у меня знаете у меня со сном всегда ну не то что проблемы сплю плохо но отдыхают то что я сплю мне вполне хватает бывают знаете люди которые спят по 12 часов и чувствуют себя как как развалена я нет я может быть в день могу и 6 часов поспать и 5 могу поспать ложусь всегда в 12 но это еще не значит что я усну в 12 у меня рядом будильник лежит могу и в 2 уснуть и в 3 уснуть могу ну вот так лежу туда-сюда ворочаюсь так а что сюда еще можно добавить имбирь ну что то я еще сюда добавила и я сказала а где он бляхануха главное лежит вот такая штука а имбиря нет не хочу сказала ты блин в холодильнике всего да всего когда жрать не знаю имбирь нам всегда надо сейчас пить имбирь сейчас такое время ой блин что не знаю что ли тепло то ли холодно я вот сегодня пошла гулять в одной жилетке и нафиг вся замерзла вот в этой штуке и в жилетке и замерзла ветерок подует прям такой знаете не весенний и все и холодно холодно всякую фигню вам наболтала да ну а что фигня не фигня а что делать ладно всего вам самого наилучшего божий как пахнет она клубничного вам настроения всего вам наилучшего не болейте и всем до завтра и пока 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 пока